Трасса Уссурийск-Пограничный госграница. Клубы пыли витают на этой дороге постоянно. Ежедневно здесь проезжают сотни машин. Ремонт на участке от Уссурийска до Развилки на Покровку и Пограничный начался полтора года назад. Изначально завершить работы планировали в 2017 году. Но уже экватор лета, а ремонт прервался еще зимой. По этой дороге я езжу каждый день. Бывает в день по два раза. И с каждым разом она все хуже и хуже. После дождя вообще тут ездить невозможно. Ямы. Яма на яме не объедешь. Порой дорога занимает очень много времени. Ну и машина разваливается, соответственно. Уже приходилось ремонтировать? Уже два раза. Что меняли? Ходовка. Все, что связано с ходовой частью. Колеса тоже. Каждый день люди ездят на работу в Уссурийск из Октябрьского района. Туристы тоже вынуждены ловить ямы и дышать пылью. В марте этого года мы уже делали сюжет про эту наболевшую трассу. И еще тогда Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края пояснил, что закончился первый контракт. И после нового аукциона и подписания второго контракта ремонт продолжится в конце весны. Сейчас идет формирование бюджета программы с тем, чтобы этот участок реконструкции дороги Уссурийска по граничной госгранице вывести на торги заново и начать работы до конца текущего 2017 года. С тем, чтобы их полностью завершить уже в октябре 2018 года. Уже проделана большая часть работ. Главное, возведены опоры двухуровневой развязки. Новая развилка позволит безопасно поворачивать в Покровку со стороны Уссурийска и из Покровки в направлении пограничного. Ну, немножко подзолотали вот дырки. А то вообще невозможно было. А дальше я не знаю, что будет. Так и будем, наверное, всю зиму и где-то ездить по такой дороге. Дыры и правда залатали. Из-за сдвигов в графике рабочие стараются хоть как-то поддерживать состояние дороги. Большие ямы закатали асфальтом, а после дождей по гравийным участкам проходит грейдер. Пока автомобилистам остаётся довольствоваться только этим. По заверению Примавтодора, до конца этого года работы возобновят. А закончат лишь к осени 2018-го.